Сейчас мы отправляемся на водопад Поликаря, еще его называют штаны, расположен он вот там вот в горах. Мы доедем на высоту 960 на автобусе, а дальше пойдем пешком. Как я уже показывал в предыдущей части, главная канатная дорога не работает в дни нашего пребывания в горке-городе, на ней проводятся регламентные технические работы по поддержанию ее в исправном состоянии. Но зато на высоту 960 ходят автобусы, отправляются они от остановки перед главной канатной дороги. Сели в автобус, едем на высоту 960 метров. Автобус бесплатный, ходит каждые 20-30 минут. Водитель почему-то поехал через двор. Вот этот красный, кстати, корпус, в котором мы проживаем, а это наш балкон. Добрались до высоты 960, ехать минут 10. То же самое расстояние можно проделать на канатной дороге, только сейчас оно не работает. В прошлом году мы на ней прокатились. Вот так это место выглядит из кабины канатки. Место, на которое нас высадил автобус, называется площадь Сбербанка. Отсюда идут 4 канатных дороги, 3 из них дальше в горы. На водопад Поликария можно добраться с помощью канатных дорог К10, К12 и К13. Пользоваться канатками мы не будем, отправимся на водопад отсюда пешком. Но сначала несколько кадров курорта Горки-город 960. Для того, чтобы попасть на дорогу, которая ведет к водопаду, нужно спуститься от площади Сбербанка к отелю Риксос, а затем обойти вот эту площадку с ангарами. Если вы попали на грунтовую дорогу, то скорее всего вы идете правильно. Схематично ваш путь будет выглядеть вот так. Кому нужна точная карта, можете открыть сайт OpenStreetMap. Примерно через 500 метров после того, как прошли площадку с ангарами, вы окажетесь под канаткой с открытыми креслами, это дорога К12. Еще примерно через 200 метров над вами будет уже дорога К13. Именно она отвозит на нужную высоту к водопаду. Для тех же, кто как и мы пойдет пешком, приготовьтесь. Именно отсюда начинается основной подъем в гору. Там внизу мы только что проходили. Отсюда открывается вот такой вид на горке города 960 метров. А напротив дорога, по которой нам еще предстоит пройти. Поднялись еще выше, горки города теперь выглядят вот так, и остается еще пройти примерно половину пути. Чтобы не заблудиться по пути, я использую приложение на телефоне. Называется оно RunGPS. Просто устанавливаю связь со спутниками GPS и отслеживаю свой трек по экрану телефона. Это приложение достаточно старое, но при этом позволяет просмотреть весь пройденный путь на компьютере. Также это приложение позволяет скачать карты OpenStreetMap и не потреблять интернет-трафик. Поднялись на высоту, до которой довозит подъемник. Время нашего подъема составило 1 час 33 минуты. Расстояние, которое мы прошли, почти 3,5 километра. До водопада остается еще порядка 800 метров. И вот цель нашего визита – водопад Поликария. Водопад Поликария – один из самых высоких водопадов в Европе. Расположен он на высоте 1450 и 1600 метров над уровнем моря. Высота водопада примерно 70 метров. Рядом с водопадом даже летом лежит снег. Ну а вокруг водопада уникальный горный воздух, который прекрасно оздоравливает ваш организм. Отличная получилась прогулка. Но не могу ее советовать людям, которые не уверены в своих физических силах. Настоятельно рекомендую брать с собой кепки-панамки в жаркий день, а также воду и перекус. И еще хочу отметить, что зона, в которой я сейчас находился, это вот там вот повыше. Она не безопасна для жизни. Так что аккуратнее, если решитесь туда подняться. Возвращаемся обратно к канатной дороге. Отсюда открывается потрясающий вид. Слева горки город 960. Оттуда мы начинали свой путь. Прямо видно реку Мзымту и курорты вдоль нее. А также горные хребты с противоположной стороны реки. Вот здесь справа проходил наш путь. А вот эта дорога для нас была почти в самом начале. На все про все у нас ушло почти 3,5 часа. И прошли мы больше 6 километров. И прыгаем. Вот здесь вот мы проходили. 905 метров высота. В итоге получилось спуститься только на одной канатке. Дальше требуется билет, которого у нас нет. Потому что мы изначально поднимались пешком. Ну и оставшийся путь проделаем самостоятельно. Это порядка 600 метров. И здесь, кстати, тоже есть водопад. Хоть и не такой большой. И в завершении сегодняшнего дня небольшая прогулка вечером по курорту Горки-город. Несмотря на сильный ветер, на улице полно народу. Все развлекаются и веселятся. На этом третья часть видеороликов из Сочи с сезона 2018 года завершена. Завтра мы переезжаем в прибрежный кластер в Сочи парк-отель. Всем спасибо за просмотр. Увидимся в Сочи. Сочи.